Потому что перед тем, как принять решение расчехлить автомат, нужно подумать, мы с тобой одной крови, ты и я. И вот ее же нельзя увидеть, ее нельзя произнести, нельзя потрогать. Вы, наверное, читаете разные телеграм-каналы и так далее. Сколько двойников у президента Путина, да? Вопотеха! Сейчас эксперты гадают, их три или четыре. Не, ну ты выдал, конечно. Сколько двойников у помешанного на собственной безопасности параноика и маньяка? Три или четыре? Просто умора. И сейчас, кого мы сейчас видим каждый день, вот сегодня утром возлагали к Минину и Пазашкому, это вот третий или четвертый двойник, это непонятно. Да? Что-то уже не смеются? Это непонятно. Да? А ну давайте ржите, смерды! А то ФСБ быстренько по физиономиям всех вычислит и порешит раз и навсегда. Будете по помойкам лазить до конца своих дней, если не заржете. А Путин у нас один. О, вот это уже разговор. Путин у нас один. Браво! Браво! Но знаете, что самое интересное? Это все произошло на встрече Пескова с членами так называемого российского общества «Знания». Кто вдруг не в курсе, сообщаю вам, что общество «Знания» – это общественная организация, осуществляющая просветительскую работу, формирование интеллектуального контента, организацию и проведение мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты российских детей и стариков. Ключевой темой собрания этого показушного общества является отсутствие у Путина двойников и громкое заявление, что Путин у нас один. Просто брависсимо Песков и брависсимо Российская Федерация. С какими бы трудностями не сталкивались ваши западные враги, с какими бы вызовами не сталкивалась Украина, вы все равно умеете упасть мордой в грязь так, что над вами хохочет весь мир. Смеются даже те, кому еще пару минут назад было вообще не до смеха. Привет, я Арсен Цымбалюк, ведущий 24-го канала и авторского блога под названием «Разбор помета». И сегодня мы разбираем последние перлы Путина и Пескова, с которыми они выперлись в публичное пространство после того, как Путин якобы умер и якобы воскрес. Ставьте лайк этому видео, чтобы Васильевич все-таки в своем бункере по-настоящему и выполз оттуда разве что под конвоем Международного уголовного суда, а еще лучше, под конвоем бойцов Азова. И чтоб единственное, что он видел до конца своих дней, это таких же чёртых, как он сам, но гораздо более агрессивных, уголовников из ЧВК «Вагнер», давно мечтающих о переговорах с Владимиром Путиным, так сказать, за закрытыми дверями. Я девочка-припевочка, танцую и пою. Петух закукарекал. Подписывайтесь на нас, если до сих пор не успели этого сделать, и давайте начинать. Единство народа было ключевой составляющей выхода России на новые рубежи. Итак, хотите верьте, хотите нет, но перед вами настоящий Владимир Путин. Все те же надутые щеки, уже кажется рвущиеся под давлением ботокса. Все тоже пересыхающее от длительного словоизвержения крупное отверстие в фасадной части головы, более известное как рот. Все та же невозможность ровно стоять на одном месте, ну и, конечно, все тот же псевдоисторический бред. Так было всегда. Давайте вспомним то, что происходило во времена, ну скажем, Александра Невского. Ведь он ездил в Орду, кланялся ордынским ханам, получал ярлык на княжение. Это выступление Путина состоялось как раз накануне вот этого якобы развенчания песковым теории о том, что у Путина есть двойники, что, как по мне, действительно является чистой правдой, в отличие от бреда о якобы смерти Путина, которым пестрел весь интернет неделю назад и который мы обсудим с вами чуть позже. Так вот, на этих кадрах настоящий и пока живой Путин гоняет понты перед членами так называемой Общественной Палаты Российской Федерации. Это якобы орган, созданный для анализа законопроектов и мониторинга деятельности парламента, правительства и других государственных органов. То есть для создания телевизионной картинки на Запад, ну и, конечно, для осваивания бюджетных денег дома. И вот все эти общественники, естественно, безропотно слушают того, кого должны вроде как контролировать. Но отдельного внимания требует работа пропагандистов-режиссеров этого действа. Ну, скажем, Александра Невского. Ведь он ездил в Орду, кланялся ордынским ханам, получал ярлык на княжение, в том числе и прежде всего. Вы поняли, да? Разворот на восток, который они заслужили. Как только речь зашла об Орде, режиссеры начали показывать мужика в чалме, как бы подтверждая слова хозяина, что и сейчас ордынцы среди нас, и в этом вообще нет ничего плохого. Для того, чтобы эффективно противостоять нашествию с Запада. Какой там Гайдай? Какой там Мартин Скорсезе? Вот они, гении-режиссуры. Знаете, раз такое дело, я предлагаю, когда Путин упомянет современное положение дел в России, показать крупным планом ведро с фекалиями. Ну или тот самый чемоданчик, который по туалетам носят за Путиным, чтобы заметать за ним следы. Это будет даже более точная метафора, чем чалма на словах об ордынце. Почему? А потому что ордынцы вели себя нагло, жестоко, но они не затрагивали главного – нашего языка, традиций, культуры, на что претендовали западные завоеватели. Отличный внешнеполитический вектор. Россия и Монголия – друзья навеки. И вот это самое главное, потому что если разрушается культура и традиции, и история народа, то народ постепенно начинает исчезать, как этнос, растворяться. Но если у него КНДР – это братский народ, то и ордынцы, понятное дело, были просто душками. Этому маньяку осталось только в открытую похвалить деятельность Гитлера и объявить свою так называемую страну великой наследницей Третьего рейха. Не сомневаюсь, кстати, что и в России, и в Иране, и в Китае, как бы вроде коммунистическом, будут стоя аплодировать такому заявлению. Почему мы так почитаем Александра Невского, как святого? Именно за этот выбор он думал о том, чтобы сохранить русский народ. Поняли, да? Все, кто против Запада – святые. А во времена Александра Невского был русский народ. Наверное, и русский язык, и так называемая русская культура, ну и, конечно же, партия «Единая Россия» – все это было уже при Александре Невском в 13 веке. Вы просто историю не учили, а Путин учил. Дальше помутненное сознание кремлевского рейха окончательно проигрывает борьбу бродящему по черепной коробке ботоксу. И он начинает выдавать перлы уже не про прошлое, а про якобы настоящее. Меня удивляет позиция этих заокеанских деятелей, да? Они вроде бы как поддерживают евреев Израиля, а руками своей агентуры с Украины пытаются организовать у нас еврейские погромы. Ну просто невероятное свинство. Нет, дорогие друзья, этот бред не мог выдать никакой двойник. Это то самое существо, которое в 99-м обещало мочить террористов в сортире, а в 2008-м пело о том, что он это раб на галерах. Все эти 8 лет я пахал как раб на галерах с утра до ночи. Так вот, я вас призываю, не читайте больше эти ФСБшные телеграм-каналы, в которых Путин то умер, то воскрес, то вот-вот снова умрет и так уже 5 лет. В отличие от лицензированных СМИ в телеграме никто не несет ответственность за написанное. Поэтому доверять этим источникам на все 100 или даже на 50% ни в коем случае нельзя. Иначе вы рискуете оказаться в реальности, где Путин умер, война давно закончена, да и вообще ничего больше делать не надо. Не воевать с империей, не донатить, не даже новости узнавать. Именно этого от вас и добиваются кремлевские маньяки. Поэтому, пожалуйста, не подыгрывайте им, а боритесь против них до самого конца. Путин вот как раз, прямо сейчас напомнил, что зло, оно всегда очень, очень изобретательное. Если бы вы знали, как все это будет, вы бы приняли это решение 24 февраля или нет? У нас другого выбора не было. Спасибо большое. Спасибо. Ну да, этот маньяк хоть и жив, но все же не вечен. Он стар и болен на всю голову. Именно поэтому апофеозом его публичных извращений становится так хорошо всем знакомый гаражно-солдафонский юморок. В этот раз объектом хихиканий Путина стал молодой затонувшийся скрипач, видимо, очень приглянувшийся старому диктатору. Петр Лундстримов там сзади сидит, скрипач. Он дал 115 концертов на передовой, то есть прямо на линии боевого соприкосновения. Я сама на нескольких присутствовала. Это, конечно, очень поднимает боевой дух бойцов. А где скрипач? Сейчас будет у всех на глазах к нему приставать. Вот, вот, извините, пожалуйста, да? Договорите, ради бога, не обижайтесь. Мальчик, похоже, тоже сразу же поплыл. Духовные скрепы, они такие. А вы какие произведения играете, ребята? Владимир Ильич, Баха в основном, погонения. Не переживайте, этого юного любителя западной культуры не расстреляют за предательство Родины. По крайней мере, на месте. Парнишка успел рассказать Путину о своем секретном и очень интригующем умении. Баха в основном, погонения. А если говорить про песни военные, то я владею еще художественным свистом. Вот, очень нравится. Очень нравится. Путин тоже оценил. Равнодушным к факультативному умению владельца розовых щек и пухлых пальцев кремлевский маньяк остаться не смог. Казалось бы, какое отношение имеет немецкий композитор, который жил так много лет назад? Вы с художественным свистом можете выступить на той стороне линии фронта. Они большие специалисты. Эта шуточка успела умереть еще не родившись. Молодой любитель погонения сразу же напомнил, кому больше всех на самом деле нравится художественный свист. Выступал и перед спецназом Ахмад, вы знаете, всем понравилось. Это искусство. Да, а вот и порваны духовные скрепы художественного свиста и академического подворотного юмора. Но ничего, и спецназ Ахмад, и вы оба, и многие другие ваши подельники, если все дотянете, успеете друг с другом насвистеться в одной камере в сласть. Я давал концерт с Юлией Чечериной, Алексеем Поддубным, Джанго, вы знаете, рок-исполнители. И мне было интересно, как это будет звучать. Но нет, ребята реагируют просто замечательно. И теперь, внимание, апогей старообрядчества и традиционных ценностей. Мы приезжаем, смотрим в глаза, говорим, мы с тобой одной кровью, ты и я. И вот творческая интеллигенция, прости господи. Да, питерский Акела этот пассаж оценил. Мы с тобой одной кровью, ты и я. И вот творческая интеллигенция. Ну и благодаря, опять-таки, режиссерам трансляции, Акела, он же Штирлиц, еще никогда не был так близок к провалу. Я, конечно, вот, наверное, то, что вы делаете, то, что вы играете, эти мирового значения произведения искусства, а музыка ведь это особый вид искусства. Ее же нельзя увидеть, ее нельзя произнести, нельзя потрогать. Она прямо в сердце заходит. Ну все. Вы меня извините, но дальше я отказываюсь разбирать, что у них там можно и нельзя потрогать и что куда заходит. Я хочу, чтобы мы с вами, несмотря на всю ту иронию, с которой я подготовил сегодняшний выпуск, а по-другому тут было просто невозможно, я хочу, чтобы мы с вами оставались в реальности. Путин и его холопы продолжают самую кровопролитную войну со времен Второй мировой. И западный мир, к сожалению, слишком медленно реагирует на все те вызовы, с которыми из этих террористов сталкивается. Поэтому я прошу вас бороться против этого зла делом, то есть как минимум донатами. Вот QR-код, а в описании к ролику ссылка на сайт фонда 24 канала, по которым вы можете буквально в 2-3 клика помочь силам обороны Украины приблизить победу Украины и победить вот это многовековое российское зло. Маленьких донатов не бывает, каждая копейка важна. И я прошу вас делать донаты каждый день. Ну и, конечно, я прошу вас бороться против зла, как минимум, и словом. Комментируйте это видео, чтобы YouTube предлагал его как можно большему количеству людей по всему миру, у которых, возможно, есть еще какие-то иллюзии. Делитесь ссылкой на ролик со своими друзьями, со своими знакомыми и даже незнакомыми. Ставьте лайки и подписывайтесь на YouTube-канал 24-го и на меня в социальных сетях, если пока не успели этого сделать. До встречи в следующих выпусках разбора помета. Слава Украине! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!